Сейчас я буду готовить салат оливье по рецепту самого себя и конечно же с домашним майонезом. Во всем мире салат оливье на самом деле называется русским, он только в России называется салатом оливье. В первую очередь я не буду добавлять картофель, но заместо него я всегда добавляю листья салата айсбер. Это салат, который сам по себе похож на капусту, он очень хорошо хранится, он достаточно сочный, ну и самое главное он доступный, купить его можно в любом магазине. Миску для замешивания перекладываем его. За место колбасы классического мясного набора использовать перепелку. Для этого перепелку надо обработать на чистое филе, у нас соответственно грудки и два окорочочка. Из двух окорочочков надо полностью достать косточки. Это очень просто, взять хороший нож и обработать перепелку на чистое филе полностью без костей. Обжаривается до готовности, делается очень быстро. Пока жарится, я добавляю и натираю куриное отварное яйцо, добавляю зеленый горошек. Ну и классика жанра это обязательно свежий огурец и соленый огурец. Здесь принцип нарезки как зеленый горошек тоже самое соблюдается, поэтому огурец нарезаем не мельче, не крупнее зеленого горошка. Также идут соленые огурцы. Обязательно перепелку надо дожарить до готовности. Наперед скажу, что грудки я буду использовать для украшения, а вот окорочок прижаренный я выкладываю на доску и также его мелко нарезаю. И теперь мне надо добавить майонез. Майонез я лучше всего сделаю сам. Укладываю желток, горчицу, небольшое количество уксуса, конечно же сою, растительное масло, ну а дальше дело за техникой. 10 секунд и домашний майонез готов. В этот майонез для своего русского салата я добавлю обязательно небольшое количество хрена. Все перемешиваю. Я укладываю домашний майонез с хреном, соль, обязательно перец и перемешиваем. Надо сделать что? Пробовать. Правильный баланс продуктов. И теперь выкладываю помощью кольца на блюдо. Знаете, это называется кулинарный хаос. Если вы что-то делаете, а у вас что-то упало, если вам нравится, никогда это не снимайте. Вот у меня горошина упала и пусть лежит. И сверху украшаю перепелиными грудками. Вот такая вот вариация на тему салата оливье. Но я его у себя в ресторанах и когда готовлю, называю русским салатом. Приятного аппетита и с наступающим Новым Годом! В преддверии новогодних праздников хочу объявить конкурс. А призом будет вот этот вот шикарный блендер, который поможет вам сделать майонез за 10 секунд. Уж поверьте, майонез вам в эти праздники ох как понадобятся. Итак, как всегда, простой, но безумно интересный кулинарный вопрос. Я раскрыл тайну своего салата оливье. Какой из ингредиентов входит в мои салаты, которые, как правило, классические, не входят в салат оливье? Этот ингредиент добавляет пикантность, добавляет вкус и безумно нам знаком, я уверен, почти с самого детства. И у вас будет вот такой вот кулинарный кухонный помощник. Ну и, конечно, жду ваши ответы в комментариях на Ивлев Шеф Ченнел. Так что дерзайте, кулинарные касатики! Ивлев Шеф Ченнел